Привет, друзья! Ну, если не об очередном новом китайце рассказывать, то только об очередном российском упрощенном автомобиле. С ладами мы вас уже по мере возможностей познакомили. Теперь УАЗ Патриот. Да, машины 2022 модельного года такие только сейчас начали более-менее поступать к дилерам. Новая упрощенная базовая комплектация стоит по прайсу ровно полтора миллиона рублей. Итак, чего вы лишаетесь? Сразу задам систему координат. Прежняя начальная версия стоила миллион пятьсот сорок пять тысяч рублей. То есть вот экономия сорок пять тысяч. Что у нас отняли? Ну, фары остались прежними. Светодиодные ходовые огни, галоген. Все, здесь никаких упрощений нету. Фары от Профи, урезанные полностью галогенные, здесь, к счастью, не появились. А вот решетку радиатора с эмблемой поменяли. Хромированные элементы ушли, теперь здесь черный глянец. С нескольких шагов можно подумать, что эмблемы вообще нет. Ну, да, вот так вот. Значит, крашеные бамперы остались, усовершенствованная подвеска осталась. И это, конечно, приятно, потому что, в общем, привыкнув раз к хорошему, а Патриоту передняя подвеска действительно добавила, скажем так, хороших манер, хорошей управляемости. Ладно, хорошо, слава богу, осталось. Некрашенные корпуса, зеркалы, дверные ручки и прежде были в базовом исполнении. Ну и в принципе, в принципе, больше никаких изменений здесь и нет. Под капотом есть несколько изменений. Рядная четверка ZMZ Pro осталась при своих 150 лошадиных силах, но вместо экологического класса Евро-5 теперь Евро-0. Ну вот смотрел характеристики двух машин, кроме нуля и пятерки в экологическом классе никаких отличий, все остальные характеристики мотора остались прежними. То есть тянуть и жрать бензина он будет столько же, сколько и раньше. На левой колесной арке теперь нету блока АБС. Формально по прайсу в комплектации АБС может быть, а может не быть. То есть, если вам попадается машина без АБС, то это еще минус 5000 рублей. То есть, вот конкретно вот этот экземпляр должен стоить миллион четыреста девяносто пять тысяч, если не брать совет Металлик, да. Но вот всего 5000 рублей, к сожалению, невелика выгода за отказ от такой важной системы безопасности. Здесь вот закреплен на обратной стороне правого крыла блок управления двигателем. На нем стоит маркировка Ителма. Раньше патриоты комплектовались блоком Бош, но полуторка профи, грузовой аналог Газели УАЗовской, изначально, то есть уже несколько лет своего выпуска, комплектовался блоками Ителма. Так что, по большому счету, просто УАЗ расширил применение этого блока на пассажирскую модель. Грузовик с тем же 150-сильным мотором, повторюсь, был с этим блоком изначально. И, судя по отзывам, никакой разницы особо потребители в этом не чувствовали. Так что по этой части упрощение, в общем-то, никакой роли не играет. Жи Янг, Ванг Си Янг, Хань Чжоу, это я не матюкаюсь, это на вакуумном усилителе тормозов написано. Made in China. Теперь эта деталь тоже из Китая. Как, в общем, нам сказали продавцы УАЗов, вот эта замена тоже появилась на упрощенных УАЗах. Как и в случае с ВАЗовскими машинами, помимо отсутствия АБС, Патриот вместе с пикапом лишился и подушек безопасности. И опять-таки, как и в случае с Грантой, отказ от водительской подушки повлек с собой изменение руля. Вот такой вот простенькой, незатейливой, естественно, без всякой кожаной обшивки, такой теперь руль в комплектации без подушек безопасности. Отказ от пассажирской подушки мог бы принести небольшой крошечный бонус в виде второго бардачка. Но, увы, здесь его нет. Глухая заглушка, ни подушки, ни бардачка. Система Эроглонас, опять-таки, в зависимости от текущей ситуации с комплектующими, может быть, может не быть, на цену это не влияет, но вот на нашей машине она пока еще стоит. В базе, как и прежде, раздатка с механическим рычагом, но это не упрощение, не импортозамещение. Раньше на начальной версии, которая, как я упоминал, стоит миллион пятьсот сорок пять тысяч, тоже был рычаг, а не шайба. Ну, а в задней части салона ничего не поменялось. Но, вот видите, что у нас туда самая простая, самая бедная комплектация. Заглушка вместо медиасистемы, нет кондиционера. Вот тут сплошные заглушки, никаких обогревов, только вот электропакет. Остался четыре стеклоподъемника и зеркала. Но не нужно думать, что упрощенные УАЗы будут только вот в такой самой голой комплектации. Сейчас я загляну еще в бумажку, извините, не успел все выучить. Но вот передо мной прайс-лист на новую версию. И, в принципе, дооснастить ее опциями комфорта можно. Ну, вот, пожалуйста. Ну, металлик, само собой, кондиционер, блокировка заднего дифференциала. Лебедка и защита рулевых тяг пакетом идут за 71,5 тысячи рублей. И, ну, вот если, допустим, кондиционер за 40 тысяч можно заказать отдельно, блокировку заднего моста за 48 тысяч тоже отдельно. И есть еще большой пакет, называется он лимитед, 250 тысяч стоит. И там практически все опции комфорта, которые у продвинутых патриотов есть и сейчас. Климат-контроль, пневмоупоры капота, медиасистема, все обогревы, бескаркасные дворники, второй отопитель салона, да, в базе его нет ни отопителей, ни дефлекторов, ведущих назад. В общем, даже машину без АБС и подушек безопасности можно получить с набором опций комфорта. Но, опять-таки, тут все будет зависеть от того, в каком количестве, в каком ассортименте завод эти машины будет собирать. То есть, даже сейчас в салоне нам не могут сказать, какие машины, когда придут. Соберетесь покупать, обзванивать, объезжать и смотреть, что конкретно есть по наличию. Итак, минус АБС, минус две подушки безопасности и третий минус – это корейская коробка передач «Даймос». Теперь в спецификации упрощенного «Патриота» стоит китайская коробка «Баик». Тоже механическая, пять ступеней. И вот тут есть один нюанс. По прайс-листу на всех упрощенных «Патриотах» должна стоять китайская коробка. Но запасы «Даймосов» на УАЗе еще есть. Поэтому конкретно вот на этой упрощенной машине из первых партий. Еще стоит коробка «Даймос». Поэтому вот один из советов, если вы в обозримом будущем, в ближайшем будущем присматриваетесь к новому «Патриоту», лучше взять сейчас, во-первых, пока еще в наличии остались дореформенные машины с нормальным набором оборудования. Они постепенно будут заканчиваться и, естественно, постепенно будут дорожать. Их становится меньше, естественно, автосалоны не будут упускать возможность на них побольше навариться. Ну а во-вторых, даже если вам достанется упрощенный «Патриот», все-таки он еще будет с корейской коробкой, а не китайской. Ну, что можно сказать про китайскую коробку? Ее ставили на «Буханки» и «Головастики», то есть на коммерческое семейство. В очень ограниченном масштабе она ставилась на «Хантеры», а, соответственно, семейство «Патриотоподобных» ее вообще не получало. Соответственно, она не слишком распространена, и единственные претензии, которые к ней удалось нагуглить, это то, что у нее сложновато иногда включается первая передача, но в остальном какими-то явными большими проблемами она не запомнилась. Так что, ну вот, придется с ней смириться, но вроде бы не самый плохой агрегат. Как нам рассказали в автосалоне, сейчас уже «Патриоты» начинают поступать преимущественно в упрощенных версиях, нормальных машин уже нет. Но при этом цены практически откатились к РРЦ. Накрутки, если и есть, то они минимальные. Еще можно при большой удаче найти даже «Патриот» или «Пикап» с автоматической коробкой передач, но вот в силу того, что вот это уже настоящий дефицит, там, конечно, за дополнительное оборудование придется доплатить изрядно. Друзья, у меня на этом все. Такой вот коротенький обзор на новую версию «Патриота». Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Напоминаю вам, что журнал «За рулем» представлен во всех социальных сетях. Счастливо, будьте здоровы!